Ну, получается, меня поставили одну председательствовать, и я сама себя буду объявлять. У нас на сегодняшний день просто компания, которая определяет, так скажем, на сегодняшний день некие новые опции при лечении меланомы. Но вы знаете, сегодня мы как раз это обсуждали, что лекарственное лечение меланомы достаточно активно сейчас обсуждается, потому что то, что достигли в последние 5 лет, просто потрясающие данные, которые, в общем-то, дают возможность нам очень активно лечить этих больных. И вот сегодня мы с вами поговорим в первую очередь о тех больных, которых наши хирурги оперируют радикально. То есть не тогда, когда есть метастазы, когда мы боремся, ну, так скажем, за показатели выживаемости, из-за качества жизни, а тут мы боремся за жизнь больных и за их излечение. И вот как раз, так скажем, тема первая. Это я бы хотела остановиться на новых возможностях адювантного лечения меланомы. Можно я так встану, да, потому что не очень видно. Адювантного лечения меланомы. Ну, мировая статистика, она, к сожалению, неутешительная. Биологическая заболеваемость растет, но еще она растет от того, что мы лучше стали выявлять. По прогнозам ВОЗ к 2020 году заболеваемость меланомы вырастет практически на четверть. Увеличение числа новых случаев объясняет миграция населения, изменение атмосферного слоя, изменение поведения, культурных особенностей, выезда, предположим, белокожих людей часто очень на океанах, в частности, в нашей стране тоже. В общем, все это увеличивает все-таки заболеваемость меланомы. И, в общем-то, в связи с этим заболеваемость меланомы взрастает более высокими темпами по сравнению с любыми другими новообразованиями. В принципе, по большому счету, в структуре заболеваемости, что у женщин, что у мужчин, меланома, в общем-то, занимает небольшой процент в структуре заболеваемости. Это всего полтора, около полутора процентов мужчины, где-то 2% женщины. По сравнению, там, предположим, с раком молочной железы или немелоклеточным раком легкого и так далее. Что у нас творится, так скажем, в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге в сравнении с северо-западным федеральным округом Российской Федерации у нас растет показатель заболеваемости. Мы часто очень активно проводим дни меланомы в городе, поэтому у нас выявление очень хорошее меланомы. Поэтому у нас достаточно разнится показатель по сравнению с российскими данными и с данными северо-западного федерального округа. При этом пятилетняя выживаемость при меланоме кожи, если сравнить 2014 год, но вы знаете, что данные, в общем, все идут, так скажем, отсрочены, вот в 2014 году в России пятилетняя выживаемость составляла 57%. В северо-западном федеральном округе это 50%, ну и Санкт-Петербург чуть меньше, чем по России и северо-западном. Потому что, смотрите, разница по России 7%. Это уже достаточно большой процент разницы между российскими данными и конкретно нашего с вами региона. От чего зависит выживаемость? Выживаемость зависит, конечно, в первую очередь от стадии. И чем выше стадия, тем хуже показатели выживаемости, к сожалению. И вот нас интересует сегодня стадия 3, когда местно распространённая опухоль, в принципе, радикально оперированная. Нужно ли или не нужно добавлять лечение дополнительно, лечение, то есть адевантное лечение, для, так скажем, профилактики микрометастазирования и в последующем макрометастазирования. Вот таких больных в Российской Федерации примерно 13-15%. Я очень скептически отношусь к нашей статистике, потому что вы прекрасно понимаете, что она приблизительная. И может быть таких больных больше, может быть меньше. На самом деле у нас пока статистика страдает. Какой подход к лекарственной противопухолитерапии меланомы на сегодняшний день есть? Вот здесь, так скажем, прогресс. 1975 год, я вам сегодня говорила, начинается всё с химиотерапии. Докорбозин дал при метастатических, вообще вся лекарственная терапия сначала изучается на метастатических стадиях. А когда мы показываем эффективность на метастазах, только после этого изучаются в адевантном или неодевантном режиме. Так вот, докорбозин при метастатической меланоме, эффективность его по разным исследованиям от 10 до 15-20%. Невысокое, но, по крайней мере, мы имели докорбозин, который даёт некоторые исследователи, пишут 30% некоторых исследований. Но исследование – это, в общем-то, нереальная клиническая практика. Это, так скажем, невыбранные больные. Это жизнь, и мы назначаем лечение как раз больным, которые в практике нам встречаются. Без всяких оговорок, ЭКОК 0 или 1, мы берём и лечим. Так вот, у таких больных, наверное, в клинической практике это 10-15%. В последующем это интерферон и интерликины, потому что было показано, что, в общем-то, и было уже заподозрено, что меланома – иммуноопосредное заболевание, потому что удаление и даже циторедукция каких-то очагов у некоторых больных приводила к спонтанной регрессии. И вот тогда обратили внимание и стали использовать интерферон альфа-интерликин, который, в общем-то, абсолютно это было разное, совершенно принципиально другое лечение, чем химиотерапия. И вот в 2002 году обнаружение было мутации гена БРАФ, сейчас чуть позже об этом скажу. И были синтезированы препараты, которые блокируют, так скажем, звено сигнального пути БРАФ, который участвует в пролиферации клетки. Тогда же были найдены антитела КЦТЛ-4, это контрольная точка иммунитета. Вот отсюда начинается прорыв лечения меланомы на самом деле. И использование уже комбинации БРАФ и МЕК, это я вам сейчас чуть позже скажу, антител КПД-1, это ещё одна контрольная точка иммунитета. И на сегодняшний день вот эти вот комбинации, они на самом деле, ну, так скажем, исключили использование, по сути, химиотерапии и интерферона, и интерликина. Что такое БРАФ? БРАФ – это, в общем-то, звено в сигнальном пути, которое начинается от рецептора. Тирозин киназа забирает информацию, несёт по сигнальному пути вглубь клетки. В норме БРАФ активно передаёт пролиферативный сигнал и вызывает нормальную пролиферацию и выживаемость клеток. Что происходит дальше? А происходит, у нас вообще онкогенез начинается, когда есть какая-то мутация. И вот здесь существует некая мутация, которую мы можем определить. Эта мутация изменяет вот это звено, изменяет так, что начинается патологический путь, и очень активная пролиферация, она усиленная, чрезмерная, и при этом клетки начинают активно расти, и увеличивается их выживаемость. И вот препараты БРАФ-ингипитеры, они блокируют вот на этом пути, блокируют этот сигнальный патологический путь, который может быть у больных, у которых определена мутация, так называемая БРАФ-мутация. Вот показатели распространенности БРАФ-мутации в Российской Федерации. Это данные наших исследователей под руководством главного патоморфолога страны, Франко, примерно где-то 60% в среднем больных, на тысячу, больше тысячи больных смотрели, то есть 60% больных имеет БРАФ-мутацию. На самом деле это хорошо, потому что у нас есть мишень, по поводу которой мы можем делать какие-либо активные лекарственные манипуляции. Я показывала этот слайд, на самом деле эффективность БРАФ-ингипитеров при редкой меланомии может быть такой эффект. Ну вот это исследование виморфениба, посмотрите какой эффект. То есть на метастатических больных это очень активно было показано, с одной стороны. С другой стороны было показано, что при высокой эффективности БРАФ-ингипитеров, через где-то примерно 8-10 месяцев возникает резистентность. Смотрите, какой был пациент, как он ответил на виморфениб, и как виморфениб прекратил действовать. Появилась некая резистентность к виморфенибу. Что-то происходит сигнальным путём, что опухоль начинает возвращаться. Но у нас, в общем-то, и всё прогрессирование происходит за счёт того, что у нас появляется резистентность. Вот эта борьба с резистентностью очень активно сейчас ведётся. Резистентность к гормонотерапии. Вот как раз палбоциклип, рибоциклип, эверолимус – это переход резистентности к гормонотерапии. Потому что гормонотерапия очень хорошая, имеет лечение для больных раком молочной железы. И здесь, когда получаешь такой эффект, совсем не хочется иметь резистентности. Поэтому за счёт чего это происходит? За счёт того, что возникает патологический путь резистентности, так называемый МЕК, который, в общем-то, активизируется... Ну, как, знаете, Стив Розенберг сказал, что опухоль настолько коварна, что она начинает включать коллатерали, коллатеральные сигнальные пути. И начинается активное МЕК-зависимое прогрессирование, которое, в общем-то, уже не работает использование виморофениба или доброфениба. Снижает выживаемость. Поэтому на сегодняшний день считается, что использование МЕК-ингибиторов и БРАФ-ингибиторов более целесообразно. Какие направления, получается, с примерно 2011-2012 года? Это, конечно, иммунотерапия. И это таргетная терапия, которая включает в себя ингибиторы БРАФ, ингибиторы МЕК. И, конечно же, комбинацию того и другого препарата. Как я вам сказала, всё начинается всегда с матистатических стадий. И на самом деле комбинация доброфениба с траметиденибом, это МЕК-ингибиторы, и виморофениба с кобиметенибом, показывает увеличение безрецидивной времени до прогрессирования и одобрена FDA во всём мире. Но, учитывая такую эффективность, естественно, предметом, как я вам сказала, это адювантное лечение, профилактика после хирургического радикального лечения у групп с высоким риском развития рецидива. Это больные, которые имеют изъязвленную опухоль, это больные, которые имеют 4 поражённых лимфатических узла или 2 поражённых лимфоузла плюс наличие микросателлитов и так далее. То есть это больные, которые имеют риск развития быстрого рецидива после хирургического лечения. И на сегодняшний день, чем лечили этих больных? Лечили их интерфероном альфа. По большому счёту, никаких больше опций не было. И даже, я думаю, что в 2018 году у нас уже изменится немножко гайдлайн за русско. И в ряде того, что при метастатической меланоме был эффект лечения МИРАФ мутированных больных, естественно, адювантная терапия меланомы кожи занимала умы исследователей и людей, которые синтезировали эти препараты. Два исследования, исследование БРИМ, это использование в монорежиме веморофениба против плацебо. Больные, которые подверглись хирургическому лечению. И комбинация доброфениба с термитидином против плацебо исследования КОМБИ. Первое исследование – адювантная терапия, редиктабельные меланомы. Это исследование было рандомизацией один к одному. Одна группа получала 12 месяцев комбинацию, а другая ничего не получала, просто наблюдалось. Достаточно большое количество пациентов. Как вы видите, практически тысяча. Меланомы высокого риска после полной резекции – это третье А, это третье Б, третье С. Конечно, должно быть положительная БИРАФ-мутация без признаков заболевания в течение 12 недель до рандомизации. То есть радикально прооперировали хороший ЭКОК и отсутствие какой-то предстоящей лучевой терапии или системной терапии. И основная точка, которую оценивали, это безрецидивная выживаемость, а значит, это пятилетняя, по сути наблюдения, вторичная общая выживаемость, выживаемость без отдалённых метастазов, только, например, местный рецидив, и отсутствие рецидива и безопасность этой комбинации. Совершенно были сопоставимы больные с точки зрения основных прогностических факторов. Равное количество было больных 3-й А стадии, 3-й Б и 3-й С. Статус БИРАФ-мутации по двум мутациям тоже был абсолютно равнозначен, но ВИ-600К, и она бывает реже, и на самом деле такие больные редко и встречались. То есть, в общем-то, они были прогностические абсолютно с точки зрения факторов прогноза основных сопоставимы по числу положительных лимфоузлов после патоморфологии, типа увеличения этих лимфатических узлов, микроскопические, макроскопические. Но были больные, которые не репортировались, и, как вы видите, по сути, несколько в процентах это было одинаковое количество больных. Изъязвление первичной опыли, транзитные очаги. Распределение пациентов медиано-наблюдение для первичного анализа было 2,8 лет. И статус пациента оценивался как умер, наблюдение продолжается, прекратил участие по каким-то причинам, и причины эти были потерян для наблюдения, решение врача и отзыв согласия. И, в принципе, по большому счету, как думали, если эти больные наблюдаются, у этих, в общем-то, как я чуть позже скажу, были осложнения, и решение отзыв согласия из-за того, что было токсическое действие, на самом деле, не было, потому что, в общем-то, здесь абсолютно сопоставимые данные. Безрецидивная общая выживаемость. Ну, вы видите, что основная конечная точка показала снижение риска рецидива практически в половину. То есть те больные, которые имеют мутацию, получая вот эту комбинацию, у них снижается риск рецидива. При этом общая выживаемость тоже выше, и она, ну, это большое количество больных, поэтому она была статистически значима. Причем она была не достигнута на тот момент анализа, который представлен. Какие подгрупповой анализ показал для безрецидивной выживаемости, что все равно какая мутация, К или И, мужчина или женщина, стадия микрометастаза, макрометастаза в лимфатических узлах, излезление есть или нет, преимущество за комбинацией. У больных, бирав положительными. Единственная разница была все-таки, это при стадиях. Третья А стадия, чуть меньше была разница, третья Б больше разница, и третья С еще больше разница. Здесь 20%. То есть больные, которые имеют очень высокий риск рецидива. Потому что, конечно же, надо выделять, как я говорила сегодня, выделять больных, кому это показано. Вы прекрасно понимаете, что помимо токсичности этой схемы, есть еще ее экономический эффект, соответствующие финансовые затраты. Кому все-таки назначать такую комбинацию? Потому что, на самом деле, у нас недавно была пациентка, доктор, ей 38 лет. Она прооперевна по поводу меланомы. У ней третья С стадия. Она, третья Б у нее, в двух лимфатических узлах микрометастаза. Третья Б стадия. И у нее, она, бирав отрицательное, она прочитала, что можно использовать иммунотерапию. И мы должны ей доказать и сказать, нужна она или не нужна. Потому что, на самом деле, затраты на такую иммунотерапию достаточно высокие. Вероятность, ну, вот здесь, смотрите, 20% разницы, здесь вероятность достаточно большая. И, в общем-то, а вот для третьей А стадии, она не очень большая, она гораздо меньше. Поэтому, может быть, выделить больных, которые, на самом деле, получат пользу от такого назначения. И не только больной, но и, естественно, учреждения. Или, я не знаю, там, как это, органы здравоохранения, да? Наша администрация здравоохранения. Что на безрецидивную выживаемость микрометастаза? Те больные, которые получали, у которых были микрометастазы в лимфатических узлах, они получали эту комбинацию. Посмотрите, значимая разница. Достаточно большая. Причем у комбинации не достигнута вообще, то есть это продолжающиеся эффекты. Больные еще не прогрессировали. 70% против 50%. То есть, на самом деле, больные, которые имеют, наверное, третью С, которые имеют микрометастазы в лимфатических узлах, при макрометастазах здесь 23%. И тоже не достигнута медиана. При этом у больных, которые нет изъязления опухоли, эффект комбинации также хорош. И есть изъязление опухоли, комбинация тоже на 20% выше. То есть, на 20% больных, а там, помните, было 500 больных, 20% – это сколько получается? 100 больных, которые еще не дошли до медианы выживаемости, безрецидивной. Не общей, а безрецидивной выживаемости. Это достаточно хороший эффект на 500 больных, в отличие от тех, которые… Потому что эти уже больные, они, те, которые даже есть изъязление, осталось только треть этих больных. И уже медиана вырисовывалась у этих больных. Ну, была оценена характеристика первого рецидива. Отдаленные метастазы были больше, чаще у комбинации доброфениба с плацебо, как ни странно. При этом локальный рецидив меньше был по процентам. Вторая, первичная меланома, примерно одинаковое количество, ну и летальный исход от меланомы, примерно равное количество. Последующее лечение больные получали в последующем достаточно много, потому что мы говорим об общей выживаемости, чем лечились дальше больные. И, в принципе, они получали иммунотерапию, посмотрите, достаточно активные эти больные. Дальше они получали, продолжали или какой-то любой ингибитор БРАФ или любой ингибитор МЕК, какую-то биотерапию еще, ну малое количество больных и так далее. То есть на общую выживаемость повлияло еще и дальнейшее лечение. Какие данные по безопасности? Ну, конечно, те больные, которые получали комбинацию, у них были нежелательные явления. При этом, посмотрите, те, которые получали плацебо, у них тоже было 88%, но различных, то есть здесь не связанные с препаратом, понятно, да? Но те, которые клинически значимые, к которым мы обращаем внимание, госпитализируем больного, он приходит к нам чаще, больные, которые получали комбинацию, по сути, в 4-3,5 раза больше, чем получали плацебо. То есть, конечно, комбинация токсичнее, чем больной получал плацебо. При этом смертельные исходы, как вы видите, связанные с лечением, ну понятно, здесь их не было, но не было и здесь. К прерыванию терапии где-то в 66% случаев у больных прервали лечение, привели к снижению дозы 38%, где-то примерно около 40%, и приведших к отмене, это примерно четверть больных. То есть, по сути, в общем-то, посмотрите, не все это больные получили целый год, но при этом вот такие показатели выживаемости больных. Я давайте пропущу это. Вторичное злокачественное образование. Это новая первичная меланома. Впервые диагностированы плоскоклеточный рак кожи, впервые диагностированы базально-клеточные карциномы. За больными очень долго достаточно следили. Не какие-то кожные злокачественные новообразования. Это рак эндометрия, рак легкого, рак молочной железы, почечный, клеточный рак. Ну примерно, если мы не разбираем конкретный случай, примерно одинаково. То есть это зависит от биологии процесса, а не от того, что получали больные в адювантной терапии. И в заключении этого исследования было сказано, что комбинация доброфениба с табриктидином статистически значимо снижает риск рецидива по сравнению с плацебообольных сбрав в положительной меланомой третьей стадии после полной резекции значимо. Преимущество по показателю безрецидивной выживаемости было показано во всех подгруппах. И хотя наиболее часто встречаемая была пероксия, но хорошо переносилась и была управляемая. И комбинация в общем-то расширяет некие возможности для адювантной терапии. Если мы рассмотрим безрецидивную выживаемость в исследовании с энтерфероном, это метаанализ, достаточно большой метаанализ, который делали. Ну метаанализы можно относиться к нему очень скептически, там разные больные, разные были исследования, но всё-таки снижение риска рецидива на 18%, а если вы помните при комбинации на 53%. Ну это в общем совершенно новая эра исследования. И снижение риска смерти в этих исследованиях на 11%, там на 28%. Но при этом использование интерферона также сопряжено с какими-то побочными эффектами. Мы-то уже знаем, что больные должны получать высокие дозы интерферонов, и побочных эффектов тоже достаточно много. Можно посмотреть исследования и пилимумаба с плацебо, это тоже в адевантном, и в принципе в своё время это исследование дало бум такой, потому что на самом деле впервые адевантная терапия показала расхождение кривых, и при этом снижение риска рецидива на 24%. Снижение риска смердности на 28% с использованием пилимумаба. То есть вот этот прогресс в лечении, адевантном лечении меланомы, он достаточно существенный. Сначала мы получали там 15-18%, потом 28-30%. При этом нужно отметить ещё, я считаю, исследование БРИМ. Есть исследование БРИМ, где аналог получал виморфенип в монорежиме без мег-ингибиторов. Можно ли давать вообще виморфенип без мег-ингибиторов у больных в адевианте? Будет ли резистентность или не будет? Потому что в принципе как таково опухоли нет, она радикально удалена против плацебо. Здесь были две когорты. Одна когорта имела, посмотрите, обратите внимание, 2С, 3А и 3Б стадия после полной резекции и бирамф мутации. А другая была отдельно выделена, 3С, после полной резекции с высоким риском рецидива. И те, и те больные получали виморфенип или плацебо. 960 мг два раза в день в течение года. И что было показано, что при когорте второй, это прогностические признаки, исходные характеристики популяции больных, ну и вы видите, что вот, например, это просто когорта, здесь 100%, а в этой когорте нет 3С. То есть они выделили совсем наиболее существенный риск развития рецидива и менее существенный риск развития рецидива. Безрецидивная выживаемость, основанная на компьютерной томографии. Когорта первая, страдия 2С и 3Б, медиана безрецидивной выживаемости не достигнута. Событий там, где получали виморфенип 45 против 72, где было плацебо. И здесь достигнута медиана безрецидивной выживаемости около 40 месяцев, там 36,9, 37 месяцев. При этом были значимые разницы. Когорта 2, там, где стадия 3С, посмотрите, вот здесь 1 виморфенип не очень хорошо работает. На самом деле сначала кривые разошлись, а потом они сошлись. И те больные, которые получали плацебо 1 виморфенип, они, к сожалению, соединились. Поэтому медиана безрецидивной выживаемости не столь разнится по сравнению с плацебо. Она, в общем-то, и П нестатистически равная. Поэтому если больной имеет третью С стадию, берав мутированный, то, наверное, ему, скорее всего, нужно комбинацию назначать. А если больной имеет все-таки стадию 2-ой С3-Б, при этом все остальные равные прочие условия, то, соответственно, ему можно, может быть, возможно, назначить в монорежиме. потому что я говорю как раз за то, чтобы не было вот этого разговора о том, что вот такая комбинация и все, и больше ничего. Так, у меня несколько минут осталось. Вот это исследование как раз показало, что в принципе для третьей С недостаточно одного мертвенеба, а для второй А и второй Б в общем-то после резекции полной можно использовать и можно использовать и только монотерапию. Ну и третье, в каком ракурсе идет адювантное лечение меланомы, это, конечно, иммунотерапия. И вы знаете, что есть сигнальные точки иммунного контроля, и эти сигнальные точки на сегодняшний день в микроокружении опухоли найдены, и на сегодняшний день есть препараты, которые блокируют эти точки. Если это PD-1, это моноклональное антителопимбролизумаб или неволумаб, но есть еще PD-L1, это уже рецептор, который находится на иммунных клетках, а вот это на опухолевых клетках. И ЦТЛ-4, это еще одна контрольная точка, которая является вот ЦТЛ-4, вы видите, здесь коингибирующие молекулы, есть костимулирующие молекулы. Так вот, коингибирующие молекулы, те, которые затормаживают, это как раз ЦТЛ-4 и PD-1. В принципе, на сегодняшний день идет изучение по этим точкам. И очень много сейчас синтезированных препаратов, которые идут под номером для исследования в нарушении регуляции этих контрольных точек. конечно же, безусловно, я вам показала исследование с эпилемумабом, здесь рассматривается антипеди препараты, неволумаб или пембролизумаб, которые, в общем-то, работают на системе опухолевой клетки, на ее рецепторы. Что такое педи? Я всегда говорю, что это выключатель, который включается, когда нужно противопухолевую иммунитету заработать, когда нужно активизировать дендритные клетки, наивные Т-лимфоциты, которые станут активными и, соответственно, убьют ту клетку, которая чужеродная. В нашем случае это опухолевая клетка. Что происходит у онкологического больного? На опухолевой клетке есть рецептор, который блокирует наш с вами рецептор педи. И у нас этот выключатель не включается, не выключается, он не видит этой опухолевой клетки. Мы сейчас неволумаб и пембролизумаб блокируем рецептор на опухолевой клетке и таким образом пытаемся освободить наш рецептор педи. Но, к сожалению, ситуация такова, что можно его разблокировать и он не выключается. Он просто включился и не выключается. Тогда больной, к сожалению, погибает от иммунологических реакций. Потому что постоянно идет иммунологическая реакция, в результате которой больной просто погибает. И мы видели таких больных с иммунологическим гепатитом, панкреатитом. В общем, организм, по сути, съедает себя сам. И ничего сделать мы пользуемся большими дозами кортикостероидов, даже инфлексимабом. Инфлексимаб опять блокирует этот ПДЛ и опять начинается рост опухоли. Таких больных где-то процентов 10-15. Но на самом деле это очень интересный механизм. И сейчас синтезированы препараты, которые блокируют, разблокируют, защищают наш рецептор. Это другая категория препаратов. Ну вот исследование Checkmate, это дизайн исследования третьей фазы. для меланомы тоже третий В и третий С. Но здесь еще и была четвертая стадия, в которой полная резекция была сделана. Неволумаб больные получали 3 мг на килограмм, как обычно, против плацебо. Другая группа получала эпилемумаб. И затем сначала один раз в 3 недели, а затем один раз в 12 недель. Дело в том, что эпилемумаб из всех иммунопрепаратов самый токсичный, поэтому сейчас пытаются как-то изменить его режим введения. Вот этот данный анализ, он промежуточный, медианное наблюдение на сегодняшний день составляет 1,5-2 года, но исходные характеристики популяции больных вы видите, это опять та наша стадия. Вот здесь есть количество больных, которые получали по поводу местно распространенной стадии. Безрецидивная выживаемость по сравнению Нива Лумаба по сравнению с эпилемумабом выше, и при этом она логранговски статистически значима. При этом при анализе в подгруппах было показано, что в стадии 3b, когда нет все-таки изъязвлений микроскопически, когда у больных были изменения в лимфатических узлах, все это приближено к единице, разницы практически нет. При этом безрецидивная выживаемость от экспрессии и ПДЛ, которые делали постфактум уже, потому что при Нива Лумабе все исследования, которые планировали с ЧекМЭД, сначала не использовали ПДЛ-1, только это было сделано уже постфактум, то было показано, что, конечно, там, где экспрессия больше, Нива Лумаб более эффективен, и при этом не достигнута, смотрите, медиана, но и даже экспрессия меньше 5%, тоже разница, но здесь, если она приближена к статистически значимой, то здесь, к сожалению, нет. И вот, смотрите, еще хотела показать, те больные, которые имеют низкую ПДЛ, они менее благоприятны вообще для лечения, они достаточно такие больные, еще и нет и БИРАФ-мутации, плюс у них нет ПДЛ, то это больные, которые идут по какому-то опухолю, растет по какому-то пути, который мы не знаем. И вот безрецидивное выживаемое в зависимости от статуса мутации БИРАФ. Если БИРАФ была положительная, то НИВА также эффективна, как и ИПИ, при этом разница недостоверна. Если БИРАФ дикий тип, то НИВА чуть лучше, чем ИПИ, но при этом статистически недостоверная разница. То есть те больные, которые имеют дикий потип, они могут совершенно спокойно получать или тот, или тот препарат, потому что значения, разницы нет, мы только выбираем здесь токсичность лечения. И здесь показана выживаемость без наличия отдаленных метастазов, потому что очень много факторов, которые рассматривали в исследованиях, и на самом деле, учитывая вот эти выводы, что НИВА продемонстрировала статистически значимое преимущество показателей безрецидивной выживаемости по сравнению с опелемуабом в одобренной в ДЕИ высокой дозировке у больных резиктабельной меланомы. Безрецидивная выживаемость в группе НИВА выше, чем в группе ИПИ, но она статистически значимая. Профиль безопасности более благоприятный, но мы это знаем о НИВАЛУМАБа. И, в общем-то, НИВАЛУМАБ показал приемлемое соотношение риска и пользы. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем достаточно три хороших опции. Это возможности противопухолевой терапии два раза написала, извините, при меланоме. Но понятно, что в одеванте химиотерапия не проводится. Мы должны оптимизировать терапию для каждого пациента. Если мы говорим об одевантном лечении, то таргетная терапия это при мутированном БИРАФ это комбинация БИРАФ, если это третья С стадия, если это 2Б, 3А и 3Б стадия, то можно, в общем-то, наверное, в монорежиме использовать ингибиторы БИРАФ. И если БИРАФ отрицательная, то, скорее всего, это чекпоинт-ингибиторы и наиболее преимущество с точки зрения токсичности и эффективности это НИВАЛУМАБ и АБДИВА, которые используются также сегодня в одевантном лечении. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Ну так, вообще поставили одного председателя как-то так. Вопросы? Давайте, да. Комбинация. 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 Да, да. Года. Я понимаю, что это наверное, вот все-таки учитывая вот эту финансовую подоплеку с одной стороны, с другой стороны все-таки токсичность, наверное, нужно очень отбирать этих больных, но на самом деле, учитывая, какой эффект дает примит статическая меланомия, третье С высокий риск развития. Просто понимаете, какая ситуация? Вот я сегодня показывала, когда мы использовали моноклональные антитела в 32-й линии, ну я так условно, вы видели, какая эффективность. Если правильно использовать, это совсем другая эффективность и другая выживаемость. Поэтому, наверное, лучше дать адювантно эту комбинацию, чем потом, когда появятся метастазы, лечить с такими потугами эту ситуацию. Вот мне кажется, что много ли таких больных, но опять же, понимаете, молодой больной, мы только можем объяснить, что молодой больной лучше перенесет, чем пожилой, потому что все-таки возраст играет роль, и там, я просто не обратила ваше внимание, там как раз те больные, которые молодые, у них лучше был эффект, чем те, которые старше 65 лет. То есть это обоснованно клинически. Поэтому, по большому счету, молодые больные, а кто молодой, я не знаю, я тоже себя старой не считаю, в общем. Но не знаю, кому это, как выбрать, потому что эта комбинация не может быть на сегодняшний день пока так. Но я думаю, что мы дойдем, знаете, мы с испугом говорили о герсептине или там о поклитокселе, а сейчас все это льется рекой, проблем никаких нет. А то же самое, наверное, будет с этими препаратами, потому что на самом деле они увеличивают показатели безрецидивной выживаемости. Смотрите, это 82% больных переживают исследуемый период. Это достаточно, в общем, впечатляет. Поэтому я бы назначила комбинацию Нин Юрина. Но очень четко надо выделять эту группу. Вот очень четко. Еще вопросы? Спасибо большое. Нин Юрина, да? Есть? Нин Юрина Антимоник, это человек в нашем диспансере, который очень активно занимается меланомой. Она сейчас как раз доложит возможности инновационной лекарственной терапии, вот так назвали, медстатической меланомы, оптимальный выбор терапии. Вот как у нас дневной стационар оптимально выбирает терапию. Пожалуйста, Нин Юрина. Весь стационар и весь стационар. Добрый день, уважаемые коллеги. Метастатическая меланома кожи характеризуется неблагоприятным прогнозом. И пациенты с момента обнаружения метастазов в метастатической болезни, как правило, их продолжительной жизни не превышала до настоящего времени 9-10 месяцев. Но наметился определенный прогресс, и я бы даже сказала значительный прогресс в лечении метастатической меланомы кожи. Как уже говорила Рашидова Хидовна, до 2010 года у нас в запасе были только цитостатики в комбинации или в монорежиме декарбазин, комбинация с биопрепаратами с интерлекином вторым и интерфероном альфа-2-бета не давала значительных увеличений показателей общей и безрецидивной выживаемости. Но ситуация крайне изменилась в 2010 году, когда был синтезирован первое моноклональное антителокситель А4, характеризующийся на поверхности Т-лимфоцита, это препарат эпилемумаб, и также была в 2002 году открыта мутация в гене Браф и первый препарат ингибитор Браф, который был создан для лечения метастатической меланомы, это препарат веморфенип. В 2013 году появился препарат доброфенип, открыты были ингибиторы МЕК и ингибиторы Чекпоинт, которые зарекомендовали себя как линия терапии у больных метастатической меланомы кожи с высокой эффективностью. Но все-таки мне бы хотелось поговорить о комбинации, потому что на самом деле, как вы видите, комбинация доброфенип и тримитинип ингибитора МЕК, который применяется с 2015 года, показал наиболее эффект в лечении у больных метастатической меланомы кожи и существенно изменил прогноз пациентов Браф позитивных. Мы знаем, что есть несколько исследований. Это комби-Д и комби-В. Это если расшифровать, это комбинация доброфениба с тримитинипом и комбинация веморфениба с трепелимумабом. Также это сравнивалось с монорежимом и достоверно было увеличено количество пациентов, которые пережили более двух лет, получавшие комбинацию этих препаратов в сравнении с монорежимом. Что же делать клиническому онкологу, выбирая терапию у метастатического пациента меланомы кожи в настоящий момент? На что мы опираемся? Конечно, необходимо изучить скорость прогрессирования. То есть важно в моменте лечения, когда происходило хирургическое лечение и когда появилась метастатическая болезнь. Наличие или отсутствие метастаза в головном мозге, уровень лактатодегидрогеназа, распространенность заболевания, ну и, конечно, статус мутации БРАФ и ЦИКИД, которые наиболее характерны для меланомы кожи. У пациента важна сопутствующая патология, мы всегда прогнозируем ожидаемую продолжительность жизни и также возможности нашего лечебного учреждения и что сам врач-клиницист ждет от этой терапии и насколько это все в реальной клинической практике возможно. БРАФ мутация, наиболее часто активирующая мутация при меланоме, характеризуется заменой в гене БРАФ глутамин анавалин и мы знаем, что у 50% пациентов, особенно это молодые люди в возрасте от 20 до 60 лет, в тех случаях, когда меланома не ассоциируется с хроническим повреждением с солнцем, то есть на закрытых участках тела она встречается достаточно часто. И мы знаем, что эти пациенты прогностически могут иметь более низкую общую выживаемость, поэтому назначение ингибиторов БРАФ в сочетании с ингибитором МЕК наиболее актуально для этих пациентов. У пациентов без мутации в гене БРАФ наверное настоящий момент это ингибиторы чекпоинт, хотя не всегда мы имеем возможность назначить их в первой линии, но вы видите, как кривые расходятся это сравнение декорбозина и неволумаба, то есть большее количество пациентов, более 50 пациентов, процентов пациентов прожили более года на фоне иммунотерапии. Что мы ждем? Быстрый ответ на лечение при назначении терапии, симптоматическое улучшение и наверное высокую частоту ответов, хотя для нас важна и длительность ответа на лечение. Можно быстро получить хороший эффект, как уже показывала Рашидовахидна, но и быстро, к сожалению, получить резистентность. Но на этом слайде мы видим, что более чем у 9 из 10 пациентов при использовании комбинации доброфенип и тримитинип мы имеем контроль над заболеванием. Это очень значительная цифра и наверное это основное, что нужно знать клиническому онкологу в выборе терапии. Частота полных ответов 16% и частичный ответ более 50% пациентов. При применении ингибитор чекпоинт мы видим, что пациенты конечно не контролируются, но частота объективного ответа может быть не такой выраженной, как при назначении препаратов ингибиторов BRAV. Длительность ответа на иммунотерапию мы знаем, что иммунотерапия свое действие развивает не быстро и длительность ответа может быть значительным и в настоящих клинических исследованиях, которые посвящены этой проблеме, у некоторых пациентов длительность ответа еще и не достигнута. Более трех лет и она не достигнута. Объединенный анализ продолжительность ответа у пациентов достигших полного ответа. Вы видите, что по продолжительности частичный и полный ответ достаточно выражены, то есть более двух лет, почти три года живут пациенты. 20%. Долгосрочная выжимаемость на иммунотерапии, как я говорила, что у некоторых пациентов даже не достигнута, но это не относится к эпилему мабу, хотя до 20% больных живут более семи лет. Пятилетняя выживаемость пациентов на комбинации доброфениба и триметиниба составляет 28%. представляет интерес пациенты безусловно с метастазами в головной мозг. И мы видим, что в сравнении с иммунотерапией комбинации доброфениб и траметиниб почти у 60% пациентов имеется и клиническое, и рентгенологическое улучшение. Но, конечно, за таким ответом хорошим может всегда стоять резистентность. И когда она наступит, это на самом деле непонятно, потому что большинство пациентов, которые получали комбинацию, они проживают почти два года. Но есть пациенты, которые получают комбинацию более двух лет и три года, и четыре. Есть пациенты, которые пять лет принимают эту терапию, а есть пациенты, к сожалению, маленький процент, до 7%, но они не отвечают на первичное лечение даже комбинацией. Почему это происходит? Эта проблема на самом деле изучена достаточно сильно, но прямого ответа все-таки мы не получаем. Мы знаем, что есть обходные пути, то есть МЕК и МАФ независимое прогрессирование, то есть блокада БРАФ, она подразумевает собой снижение развития по нижележащему пути, но когда наступает резистентность, включаются вот эти обходные пути, а у кого они включатся, мы предположить этого не можем, только, наверное, на основании какого-то своего опыта. Также интересен вопрос повторного назначения комбинации доброфениба и тремитиниба после назначения таргетной терапии. Когда это возможно? И можно ли вообще это делать? И будет ли эффект? Здесь тоже достаточно индивидуально развиваются события, но тем не менее мы видим, что даже назначив комбинацию после прогрессирования, после определенного количества времени, мы можем получить достаточно большое количество объективных ответов. И мне бы хотелось затронуть тему осложнений лечения. Мы знаем уже сейчас благодаря различным наблюдательным программам и благодаря тому, что препараты иммунотерапии меланом у нас доступны в нашей клинике, мы знаем, что эти препараты обладают достаточно большим спектром иммуноопосредованных побочных действий. И некоторые из них заканчиваются отменой препарата. И по времени, как правило, это кожная токсичность, сразу наблюдается пульмонологические эндокринные нарушения, которые продолжительны во времени. Что мы можем сказать по поводу разрешения этих явлений? Некоторые наблюдаются в течение нескольких лет. Есть пациенты, которых мы видели с токсическими реакциями, с аутоиммунным гепатитом и колитом, которые, к сожалению, не смогли продолжить лечение такой, казалось бы, хорошей и прекрасной опции. Осложнения, которые связаны с комбинацией препаратов доброфениб и триметиниб. На первом месте, как вы видите, это перексия, то есть повышение температуры, и она наблюдается, как правило, в течение полугода от начала терапии, и встречается больше, чем у половины больных. лихорадка бывает настолько сильной, что пациент прикован к постели, а если еще присоединяется сыпь, тошнота и ознобы, то это требует коррекции дозы, и, к сожалению, коррекция дозы не помогает, и необходимо отменить препарат. Но это, как правило, все-таки встречается в первые 5-6 месяцев от начала лечения, и в дальнейшем не характерно. пациенты, которые длительно получают терапию, они ее получают без каких-либо серьезных токсических явлений, кроме осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, повышения трансаминаз, тошноты и рвоты. Здесь и на этом слайде я хотела бы продемонстрировать кожную токсичность, но не на комбинации препаратов доброфениб и тримитиниб, а в монотерапии первого ингибитора BRAF это препарат веморфениб, который у пациентки дал вот такую выраженную токсичность, что потребовало отмены препарата примерно на 10 дней с последовательным снижением и потом эскалацией дозы, но это препарат веморфениб. Возможно, что при использовании комбинации доброфениб и тримитиниб такой сильной токсичности не было. Почему? Потому что само сочетание помимо синергизма в эффективности этих пациентов назначение препарата тримитиниб нивелирует кожную токсичность, которая, конечно, связана с ингибитором BRAF, применением ингибиторов BRAF. Какой выбор мы нашему пациенту с BRAF положительной мутацией можем предложить? Как правило, все-таки это пациенты, которые имеют большую опухолевую массу, хотя это не всегда, и назначить сразу комбинацию, наверное, это необходимо. Вопрос. Можем ли мы назначить иммунотерапию после прогрессирования на комбинации тримитиниба и доброфениба? Возможно ли это и будет ли эффект? Да, это возможно, и пациенты, которые получали комбинацию, они в дальнейшем могут и в первой линии, извините, во второй линии, и после назначения одного препарата могут ответить на иммунотерапию. Хотя, конечно, с каждой последующей линии возможно большая резистентность, хотя, опять-таки, это не всегда так, и в реальной клинической практике бывает совершенно по-другому. И в настоящее время предпринимаются попытки комбинации, возможно ли назначение трех препаратов для лечения больных метастатической меланомой, ингибиторы BRAF, ингибиторы МЕК, извините, и ингибиторы Checkpoint. мы можем думать о том, что эти препараты потенцируют действия друг друга, потому что ингибирование в гене BRAF приводит к увеличению CD8- лимфоцитов. И таким образом микроокружение вокруг опухолевой клетки меняется, и мы можем достичь большего эффекта. Но результатов еще мы не имеем, мы не знаем продолжительность жизни у этих пациентов, и самое главное, что может быть высокая токсичность, которую мы сейчас уже наблюдаем, мы тоже участвуем в нашей клинике в этом исследовании, и количество осложнений достаточно большое на трехкомпонентной схеме. Долгосрочные результаты. Есть исследование BRIC3, которое показывало сравнение доброфениб, применение монорежима доброфениба и докорбозина. Одна группа, вы видите, в дальнейшем при прогрессировании на химиотерапии тоже получала доброфениб, и самой главной целью было понять долгосрочную выживаемость. Таким образом, вы видите, что пятилетняя выживаемость на одном препарате 12%, а на докорбозине всего 3%, и общая выживаемость 24%, но это монотерапия. Я несколько слайдов пропущу, потому что у нас не очень много времени. Очень важный момент — это оценить количество метастазов, объем их и уровень локтатогидрогеназы. И вы видите, что двухлетняя и трехлетняя безрецидивная выживаемость у пациентов с нормальным уровнем ЛДГ достаточно большая, больше 30%, с повышенным уровнем ЛДГ 14,9%. Конечно, все хотят лечить пациентов без метастазов головного мозга с нормальным уровнем ЛДГ, но это бывает не так часто. При метастатической меланомии кожи метастазирование в головной мозг происходит примерно в 50% в случаях. И это, как правило, молодые пациенты, которые, конечно, мы хотим им помочь как можно быстрее. Поэтому что применяется для лечения облучения всего головного мозга? Стереотоксическая радиохирургия, химиотерапия, таргетная терапия и иммунотерапия. И единственное исследование БРИК-МБ показало, что, конечно, комбинация доброфениб и триметиниб для лечения у пациентов с метастазами в головном мозге показывает значительную частоту общего интракраниального ответа больше 30% и по медиане продолжительности это 20 недель это достаточно хороший результат. И безрецидивная выживаемость, которая тоже достаточно высокая. Также экстракраниальный ответ тоже очень хороший. Поэтому, наверное, препаратами выбора для лечения метастазов меланома кожи БРАФ позитивной является комбинация. Иммунотерапия применяется для лечения у больных с метастазами в головном мозг и пембролизумаб, и ниволумаб, и эпилимумаб, но большого значительного ответа мы не видели ни в клинических исследованиях, ни в практике, поэтому, наверное, таким пациентом, брав отрицательным, все-таки химиотерапия на первом месте, месте случевой терапии. И в заключение я хотела бы еще сказать о рекомендациях, которые существуют в настоящий момент. Мы опираемся в назначении той или иной терапии на рекомендации наших коллег из Соединенных Штатов Америки, есть гадлайнсы, есть опыт клиницистов в Европе, которые мы постоянно слушаем тоже и принимаем во внимание. Рекомендации ЭСМО у пациента, которые не имеют мутацию брав предпочтительно все-таки антипеди препараты, комбинация брак и мег пациенты, имеющие брав мутацию как первая линия. Декарбазин крайне редко и малоэффективен. И это поддерживается нашим российским онкологическим обществом. И в настоящее время препараты эти доступны. У нас в клинике благодаря поддержке и главного врача, и всей администрации у нас есть ингибиторы и брав и мег. Мы пациентам даем эту комбинацию. И есть у нас пациенты с метастазами в головной мозг, пролеченные лучевой терапии с хорошим клиническим эффектом и длительным продолжительным ответом. Длительный продолжительный ответ я называю более года. Это очень хороший результат. Кроме того, у нас существует программа, по которой препарат триметинип нам предоставляет фирма Навартис на безвозмездной основе. И если пациент получает препарат доброфенип, то мы включаем его в эту программу и выдаем этот препарат у нас в отделении. И в заключении мне хотелось бы ваше внимание привлечь клинический случай. Пациент 81-го года рождения меланома кожи грудной стенки. Как часто бывает, он обратился не в онкологическое учреждение, а в одно из клиник города. И в феврале 2015-го года ему иссякли не радикально пигментное образование на грудной стенке. У нас был пересмотр препаратов, он был направлен к нам в поликлинику и подтверждена меланома кожи Т2-Н0-М0 первая Б-стадия. Это было в 2015-м году. В дальнейшем пациент был направлен к нам на 9-е хирургическое отделение, поскольку операция была не радикальной, было выполнено широкое сечение после операционного рубца кожи грудной стенки в апреле 2015-го года. В лоскуте не было опухолевых клеток, в дермиофиброз с очаговой лимфоцитарной инфильтрацией, метастазов у него не было, ему произведена биопсия сигнального лимфатического узла, которая была отрицательная, пациенту было рекомендовано динамическое наблюдение. В дальнейшем пациент наблюдался только в районе и в мае 2018-го года были выявлены, он обратился с жалобами на боли в межлопаточной области, а не менее в ногах, и были выявлены множественные метастазы в поясничном, грудном отделе позвоночника, акселярных узлах, мягких тканях туловища и в печени. Пациенту было выполнено ультразвуковое исследование и подтверждены метастазы в печени и в селезенке. Пациент был приглашен на комиссию и он еще был в хорошем состоянии. Я почему так говорю, потому что на отделение он уже поступил достаточно тяжелым, поэтому мы приняли решение о том, что пациенту необходимо было выполнить биопсию одного из мягкотканных образований, которые располагались в паховой области с целью верификации метастатической болезни и определения брав статуса опухоли. И он был госпитализирован к нам в отделение, был приглашен хирург с 9-го отделения, биопсия была проведена, и пациент получил, тогда мы еще не знали статус брав, терапия бисфосфонатом изолерикс и химиотерапия по схеме таксол и карбоплотин. Схема была выбрана на консилиуме в отделении. Пациент перенес терапию хорошо, и в дальнейшем у нас появился ответ, что у пациента обнаружена брав-мутация, исследование проводилось в институте онкологии, в таком виде мы получаем заключение о наличии или отсутствии мутации в гене брав. В июне этого года он поступил на второй цикл, но было выявлено клиническое прогрессирование и нарастание нижнего парапореза. Учитывая брав-позитивный статус опухоли, мы рекомендовали пациенту терапию ингибитором брав-доброфенип, и ему был назначен этот препарат, и с июля этого года, он получает препарат доброфенип, а в июле ему был добавлен препарат траминетинип с целью увеличения эффективности и профилактики кожной токсичности брав-ингибиторов. Также была введена залиндроновая кислота. При обследовании у пациента также были выявлены еще множественные метастазы в головном мозге, поскольку пациент не очень активен, мы сейчас решили все-таки провести лекарственную терапию, то есть попытаться зацибилизировать болезнь, уменьшить очаги в головном мозге, чтобы потом рассмотреть вопрос о лучевой терапии или радиохирургической методике, несмотря на наличие отдаленных метастазов висцеральных органов. Он был на приеме у врача-онколога у нас в поликлинике, и сейчас наблюдается значительная положительная динамика в виде уменьшения явлений парапореза, параплегии, и пациент переносит хорошо терапию, у него нет токсических побочных действий в виде лихорадки кожной токсичности, он достаточно активен в семье и продолжит терапию, я надеюсь, еще достаточно долго. Спасибо за внимание. Вопросы? Нина Юрьевна, значит, получается, что если больной Бираф положительный, если он симптомный, то назначаем ингибитор Бираф плюс ингибитор МЕК. А если Бираф положительный, но при этом нет у него никакого висцерального криза, он себя прекрасно чувствует, все равно ингибитор, то есть на иммунотерапию не пойдете. А то, что иммунотерапия улучшает эффективность, после иммунотерапии увеличивается эффективность Бираф и МЕК. Или вы и так считаете, что она высокая достаточно? Просто те больные, которые не имеют симптоматику, они ведь по большому счету, даже если прогрессируют, ничего сложного не будет. Но потом зато мы можем получить такую длительную стабилизацию, из-за которой мы просто страдаем, потому что у нас некоторые больные уже по три года, по два с половиной получают, например, неволумап, и мы отменить не можем. И на самом деле получаем такие эффекты, стабилизация, отменить не можем. А есть еще и регрессы, когда мы вообще на компьютерной томографии ничего не видим. И только вот у нас есть пациент, которому мы бронхоскопически там определяли ему опухоль, сейчас и бронхоскопически ничего не определяется. Вообще и отменить нельзя, и в то же время вот такой эффект. И он на самом деле чувствует себя великолепно, у него нет никаких осложнений. Все-таки, может быть, те больные, которые готовы получить такую длительную стабилизацию, может быть, им все-таки начать с иммунотерапии. Ну, вот здесь еще кроме системы и терапии. Я знаю, что это право. Даже у нас очень большая расправление нефатических способов в том же длительной большей вероятности изменений в данном что в данном неизвестном ответе возможно психологически решать интерпетивный операцию в лучшем в данном 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 То есть ещё один фактор. То есть те больные, которые хорошо себя чувствуют, нет вестерального криза, но при этом у них может быть возможность... То есть они потенциально подлежат с этой редукцией. Тогда тоже БРАФ и МЕК ингибиторы, да? Потому что, в принципе, по большому счёту, ведь БРАФ ингибиторы и МЕК, они рано или поздно закончат свою эффективность. Максимальное время ответа – это где-то 14, ну, медиана, да? 14-18 месяцев по разным данным исследованиям. А на иммунотерапии они могут вообще не прогрессировать достаточно долго. Поэтому если мы целью ставим циторедукцию, наверное, всё-таки БРАФ и МЕК здесь быстрее уменьшат у БРАФ положительных. А если мы такого не ожидаем, то тогда, наверное, может быть иммунотерапия. Ещё вопросы есть? Спасибо большое. Мы всё, что могли, рассказали. Спасибо.